Когда в поисковике запрашиваешь карвинг, это сразу же следует определение, это такая специальная укладка волос, типа химии. Но мы с этим не согласны. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Татьяна Беляева, мастер по карвингу. И карвинг – это прежде всего что? Карвинг – это прежде всего художественная нарезка овощей и фруктов. При помощи несложных манипуляций техники карвинг вы можете создать очень интересные узоры на арбузе, на тыкве. И вы можете сделать очень интересные цветы, листья из овощей и фруктов. Но когда-то, по-моему, в нулевых, а может быть даже в 90-х, это направление было очень популярное. Да, я пришла к этому где-то в 2008-2009 год, и тогда это было очень популярно, это пришло в Россию. К нам в Пермский край карвинг, скажем так, привезла Маневская НАТО Васильевна, как раз которая является моим первым учителем. Смотрите, чем еще интересен карвинг. Вот я сделаю это сейчас с правой стороны, и мне нужно сделать то же самое с другой стороны. То есть мозг должен перевернуться и работать немножко по-другому. То есть это очень полезно для моторики рук, это очень полезно для объемно-пространственного мышления. Ну и просто это творческий процесс. Я всегда называю... Да, и просто красота. Я всегда это называю. Пойду помедитирую с ножом в руках. Вот так. Вот такой интересный листик получился. Мы его используем в нашей дальнейшей композиции. Вот. А теперь я хотела показать то, что немножечко посложнее, но тоже сможет абсолютно сделать каждая хозяйка. Это цветочек из болгарского перца. Все получается. А вы помните свое первое изделие? Вот что вы? Ой, вы знаете, первое изделие у меня было очень красивое, как ни странно. Правда. Вот честно говорю. Первое мое изделие – это вот такой цветочек из пекинской капусты. И это как раз произошло на мастер-классе с Селунаткой Васильевной. Я когда сделала цветок, я просто в таком была в восторге, в неописуемом в восторге. Он у меня так получился красиво. Вот. И после этого я поняла, что я хочу делать эти цветы. Это может быть мясная закуска, ну, нарезка имеется в виду мясная, сырная. Ну, конечно, не фруктовая. Только обычная, мясная или сырная. А фрукты какие самые податливые? Персики? Фрукты очень хорошо. Нет, не персики. Яблоки. Мне нравится нектарин вырезать. Киви очень хорошо. Персик у него немножко структура, а не та. Очень красиво получается делать корзину из дыни, например. Ну, дыни, арбуз – это самые такие вот интересные. И очень красивые композиции из фруктов, когда мы используем в виде основания, например, арбуз и наполняем его различными фруктами. Тоже, естественно, в стиле карвинг. Цветы из, уже сказала, например, вот нектарин. Дальше можно сделать листочки очень красивые из яблока. Или яблоко, как вы знаете, вот модно раньше было как раз нулевых лебедей все делали из яблока. Вот такие крылышки тоже туда же ставить будут очень красивые. Я видела в ваших работах каких-то фантастических жар-птиц. Это работы были конкурсные, с чемпионата. Ковки. Да, с международного чемпионата. Вот, значит, эта работа была из тыквы выполнена, из тыквы ботернат. Это большая тыква, даже там было две тыквы. Одна тыква – это голова и туловище птицы. И вторая тыква использовалась для крыльев. Ну, а хвост уже там тыква, дайкон и морковь. Вот такие, вот такая красота у нас с вами получается. Очень мне понравилось ваше определение – медитация с ножом в руках. Да, это так. Спасибо за медитацию с ножом в руках и за такое высокохудожественное настроение. Спасибо, я рада, что вам понравилось. Пробуйте, делайте, украшайте свои блюда, радуйте своих родных и близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!